Геннадий Владимирович, у нас с вами давнишние отношения, журналы Коград выступали у нас экспертами, но, к сожалению, мне не дали слова высказаться, но это, наверное, не так важно. Мне хотелось бы задать вам специализированный вопрос. Дело в том, что мой друг и нобелевский лауреат Гарри Крот, он совсем недавно ушел от нас, он, когда приезжал в Москву, он озвучил очень интересный факт. То есть он, например, среди прочих рассказал, что наивно было полагать, что где-то в Европе или в Америке или в Японии вопрос с утилизацией мусора решен. То есть он решен в каком-то компромиссном варианте, и основную дилемму разрешения мусора на вопрос он обозначил так. Кто будет платить, богатые или бедные? Если, например, формат раздельного сбора мусора, это формат, когда общество разворачивается в ту сторону, чтобы платили бедные. А если, допустим, повышается стоимость на налогов или какой-нибудь добавленной стоимости на предметы роскоши, о чем говорил Гарри Крот, то это возможность использования, скажем, потенциала богатых для утилизации мусора, для решения мусорной проблемы. Вот нынешнее мероприятие и, собственно говоря, ваше воззрение, кто должен платить в России за утилизацию мусора? Бедные, богатые. В этом смысле, допустим, поддерживаете ли вы всякие головы, ну, мороки типа раздельного сбора мусора для того, чтобы выдать белое за красное и, собственно говоря, заменить суть, ну, какими-то подменами, манипулятивами. Ну, я думаю, что платить, к сожалению, придется всем нам за мусор, поскольку это проблема цивилизации. Если мы хотим цивилизации, значит, мы неизбежно приходим к этой проблеме в утилизации мусора. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что если мы выбираем стратегию, то она должна быть, а, безопасной, максимально безопасной для окружающей среды, она должна быть максимально эффективной, дешевой, посильной для всех. И то, что сейчас мы видим, то, что сейчас нынешняя вот эта концепция утилизации мусора, выбрана самой опасной, самой дорогой, абсолютно неэффективной технологией, даже уже не вчерашней, а позавчерашнего дня. Поскольку здесь многие говорили о том, что существуют современные технологии, они будут продолжать говорить здесь, которые давно вопрос тотальной, стопроцентной переработки мусора решили. И решили гораздо более, например, разжигание тонны мусора в наших строящихся, планируемых мусоросжигающих заводах будет порядка 150 долларов в тонн. В Швейцарии за счет очистки и новых блоков технологий она строит, стоит 965 долларов. Тронный мусор в Швейцарии платит государство. Там огромный дотационный платеж делают государства. Франция, Германия, Швейцария, Австрия. Из бюджета датируют просто сжигающие заводы. Они от них отказываются, сейчас будут переходить на другие технологии. У нас ничего нет. Вот перед Россией сейчас возможность построить самые дешевые, самые эффективные, самые безопасные технологии. Вместо этого мы просто коррупция, которую сейчас мы видим, является главным движущим мотивом вот этой реформы и идеологии. Она предлагает нам позавчерашний день самый дорогой, самый опасный и самый неэффективный. Поэтому я думаю, что, я считаю, что недорабатывают научные сообщества. Это мое глубокое, так сказать, пожелание к ним, чтобы они включились в эту проблему. Я знаю, что многие разработки не идут по причине бюрократического засилия в России. Только что я сейчас беседую с рядом создателей технологий, которые на опытных образцах, на промышленных образцах уже показали, что это можно делать. Я планирую обратиться к ученым с просьбой провести широкий, такой, не широкий, а наоборот, наверное, очень такой узкий, круглый стол для специалистов, экспертов и тех, кто уже создателей технологий, ученых. И все-таки сказать, что мы можем сделать. Потому что я вот только что сейчас обнаружил к своему удивлению, что советские технологии плазменной переработки мусора нашли свое полное развитие в Канаде, куда уехали все наши ученые. И сегодня на базе этой технологии уже построены в мире 60 успешных рабочих, абсолютно не загрязняющих окружающих средств заводов, в том числе 20 в Китае. Китай сейчас строит самые современные технологии. Мы знаем, что Китай заказал 100 заводов высокотехнологического пиролиза. Мы знаем, что Индия и так далее, вот эти страны, они ставят самые современные, то, что сейчас. Поэтому вопрос даже не в том, кто будет платить, а за что платить? Если мы будем платить все-таки за чистую страну, это одна страсть. А если мы будем платить за обогащение коррупционеров, за сговоры властей, за отравление народа, на вечное, на столетие отравление почв, воздуха, воды и так далее, я считаю, что это вообще должны платить те и платить совершенно по-другому. И должны оказаться в конечном итоге под судами и получить справедливый приговор за то, что они собираются сделать с природой России. Ну, это другая форма оплаты. Я с вами абсолютно согласен, это уголовный кодекс скорее. А вот что касается, допустим, того же мусора, ТКО или отходов, как мы сейчас их, ну, пытаемся найти аббревиатуру, чтобы она не так отталкивала, да? Да. То есть, очень часто отталкивается, кстати, вот ссылается на советский опыт, хотя, допустим, в времена Советского Союза не ставилась задача утилизации микропластика, да? То есть, совсем недавно в Подмосковье был открыт индийский завод по производству полиэтилена, который разлагается самостоятельно на микропластик, да? Да. Микропластик практически... Полиэтилен, да, в Латинской Америке. Да-да, микропластик практически является мощнейшим загрязнителем, против которого нет ни одной технологической линии, ничего не создано просто, их нет. Даже водоканалы и не видят микропластика, да? Микропластик скапливается в организмах рыб, в пищевую цепочку, вот. И, ну, то есть, это очень опасная вещь. Большая часть микропластика, допустим, в нашем регионе, это стирание стертой шины, стертой шины, да? То есть, вот не было научной задачи по переработке микропластика в Советском Союзе, а сейчас эта задача стоит. То есть, нужны какие-то другие, наверное, технологии и их финансирование? Конечно. В России полностью прекращены все исследования на эту тему, разрушены все кафедры, все институты, все технологические парки, которые существовали, были созданы для того, чтобы отработать самые лучшие технологии. И я вот сейчас только в кулуарах беседовал с рядом ученых, которые говорят, что полный развал науки, которая как раз вот была призвана для того, чтобы обезопасить нас от мусора, того вреда, который он представляет, и несет в себе. То есть... Современный выяснил. Современный, да. Поэтому сегодня я считаю, что технологические открытия такие значимые и важные, и мы уже стоим на пороге использованной нанотехнологии. Это даже не микропластик, может появиться нано-пластик. И совершенно очевидно, что если говорить всерьез по государству, то России сейчас нужно восстанавливать специальные технопарки, восстанавливать отраслевые институты, которые будут заниматься этим, объединять ученых, которые еще не уехали. Большинство уже... Скажите, пожалуйста, вам известно, сколько в бюджете 2019 года заложено на работу с отходами на научные разработки? Не на... Не на... Не на... Не на... Не на... Не наилучшие доступные, а вот именно на новые разработки. Да, я понимаю, на прикладную науку я не слышал цифров, я не знал. Может быть, их и нет. Спасибо большое.